мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы начинаем вязать жилет мы вяжем его начинаем снизу спинку и перед и вяжем до проймы в этом видео далее мы будем продолжать значит для начала я хочу объясниться с размерами и так размеры у меня разделены вот видим на схеме я уже просчитала прорисовала разделены на три как бы размера первый размер это вот в сантиметрах ширина это вот петли наши а вот это вот размеры здесь у меня распределены евро размеры здесь русские размеры таблица соответствия вот она вот почему так почему я объединила по два размера потому что я основывалась исходя с этого узора мне нужно было вот вписаться в клинице в этот узор по-другому бы не получилось если бы был другой узор было бы по-другому с этим узором вот так вот но для мужского жилета я считаю это не проблема по по сантиметрам вот по как раз по этой таблице размеров все у нас хорошо прекрасно туда получается входит каждый из вас использует свой размер выбранные вот внимательно посмотрите и выберите какой вас допустим если 50 и вот она ваша циферка здесь сантиметра а здесь в петлях я к этой схеме промежутки возвращаться не буду просто вы выбираете свой размер и свое количество петель далее я буду объяснять на своем примере у меня это вот 50 52 размер и у меня 116 петель набрано и я вижу пряжа вот опять она ангорская теплая пехорка ангорская теплая в два сложения в два сложения тепленькая приятненькая вот это уже у меня деталь развить уже наш вот видите там она дальше будет не развить уже на это я просто до снимаю кусочек потому что мне нужно было просчитать именно на разутюженной уже готовой как бы детали а что хочу сказать вяжем высоту 35 45 сантиметров общей высоты на что основываемся меряем до проймы и почему такое расхождение это может быть маленький размер 45 сантиметров а большой 35 все зависит от роста мужчины и от предпочтений как он любит носить кто-то я знаю мужчины обычно не любят такие джемпера длинные они что-то покороче ну в общем кто как как любит кто по длине только покороче вообще может быть другая здесь и как бы другой размер смотрите и определяйте по по своему мужчине нет спицы два с половиной для резинки и три с половиной для основного вязания обязательно круговые два с половиной для обвязки я просто сейчас не показываю и так значит по схеме набираем количество петель для нужного вам размера я сейчас у меня это дети деталь мокрая и не очень хочу ее дергать просто чтобы показать чтобы получился вот такой вот краешек у нас набираем методом называется качели на тонкую спицу два с половиной миллиметра значит так набираем на одну спицу чтобы не было рюшика значит захватываем первую петлю таким вот образом и просто перекручиваем далее вводим спицу под нить возвращаемся захватываем первую нить баба лаком теперь сюда вводим и захватываем вторую нить то есть вот такими вот перехватами это очень такая щепетильная работа потому что она здесь крутится но потом нам легко достичь вот этого вот красивого такого фабричного края довольно туго должно быть и набираем ой и набираем нужное количество петель и вот я набрала последнюю петлю 16 у вас тоже будет однозначно четное количество петель поэтому вот эта вторая нить останется вот так вот поверх видите а вторая нить у меня как бы не рабочая и вот что я делаю мне нужно закрепить просто беру вот так вот делаю узелок потому что петли здесь в этом способе живые вот я закрепляю здесь вот так вот нам выглядят эти набранные петли и теперь буду вязать резинку теперь вот внимание девчонки тут начать важно правильно начать лицевую изнаночную да вот первую петлю я снимаю пересмотрим вот мне нужно начать с изнаночной потому что вот видите такая выпуклая как бы петля она должна быть лицевой чтобы получился именно этот краешек смотрите изнаночная видите как она она совсем ну видно ее да как она выглядит вот и не знаю как объяснить но вот смотри посмотрите я постараюсь максимально приблизить чтобы вы понимали как она выглядит вы еще если чтобы замедлить и все и вот так вот первый ряд я определила и далее вяжу резинкой 11 и вот когда мы связали нашу резинку нужное количество рядов мы переходим на спицы три с половиной и на основной узор внимание вот начало узора у нас начинается первая кромочную снимаем 1 изнаночная и далее 4 лицевые таким вот образом для всех размеров там должно просчитано быть и бы у вас все будет 4 лицевые 2 изнаночные то есть начинаем мы ряд с одной изнаночной петли вот и в конце тоже самое смотрите у нас остается 4 лицевые 1 изнаночная и кромочная вот видите это нужно для того чтобы у нас потом по бокам было все красиво как бы выглядело до чтобы все совпало узор девчонки смотрим по ссылке вот видео разбор этого узора кто у кому другой узор пожалуйста вяжите основным узором до крой мы сейчас ровное вязание спинка и передняя деталь все идентично одинаково то есть обе детали вы можете сейчас начать вязать и продолжаем начать вязать и встретимся уже когда будем вязать пройму горловину все а сегодня все кто хотел начинайте с вами Владика и школа рукоделия всем пока пока пока